В зале администрации состоялась очередная сессия Совета народных депутатов Кашхабрского района. В ее работе приняли участие глава муниципалитета Заур Хамирзов, его заместители, руководители управления администрации, депутаты. Народные избранники в этот день рассмотрели пять вопросов. Одним из основных вопросов повестки дня – отчет председателя контрольно-счетной палаты Светланы Вороковой о деятельности за минувший год. В отчете отражены итоги организационной и информационной деятельности контрольно-счетной палаты, участия в межмуниципальном сотрудничестве, а также приоритетные направления деятельности палаты в 2023 году. Контрольная, экспертно-аналитическая, организационная, информационная и иная деятельность контрольно-счетной палаты в 2022 году осуществлялась в соответствии с планом работы контрольно-счетной палаты с учетом внесенных изменений, которые разрабатываются и утверждаются ее самостоятельно, и формируется исходя из необходимости обеспечения всестороннего системного внешнего муниципального финансового контроля за исполнение бюджета муниципального образования Кашхабрский район по всем видам и направлениям деятельности с учётом утверждённой штатной численности котсподалничной палаты. Ежегодно в рамках заключённых соглашений к котруношётной палате осуществляется полномочия котрово-кошётных органов по внешнему муниципальному финансовому контролю 9 сельских поселения, входящих в муниципальное образование Кашхабрский район. То есть было обеспечено 100% внешний муниципальный финансовый контроль, поселение, где нет контрольного счетного органа. В плане работы контрольного счетного палата на 2022 год предусматривалось проведение 35 мероприятий, из которых 7 контрольно-ревизионных, 10 экспертно-аналитических, 18 межпроверок отчета о исполнении бюджетного муниципального образования. Все контрольно-экспертно-аналитические мероприятия были запланированы и исполнены со сроком завершения в отчетном году. В контрольной деятельности, как я уже выше говорила, у нас было запланировано 7 контрольных мероприятий. Темой всех проверок была выборочная проверка законности и результативности исполнения расходной части бюджета муниципального образования в семи сельских поселениях. Здесь по общему объему в отчетном периоде в ходе планов контрольных мероприятий было проверено бюджетных средств в общей сумме 96 294 400 рублей. В ходе проведения контрольных мероприятий, кроме тех нарушений, которые имели финансовую стоимость, были выявлены иные нарушения в части несоблюдения нового действующего заказательства. Это бюджетного кодекса Российской Федерации, трудового кодекса Российской Федерации, закон о республике Адыгея, армистуальной службе в республике Адыгея, постановление кабинета министра в республике Адыгея, номер 206 об оплате трудоработников государственных органов, не являющих должностями государственной службы республики Адыгея, и постановление кабинета министра республики Адыгея, от 26 января 2009 года, номером 4, об установлении на мотивы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и материально содержания органов местного самоуправления, в котором счетная палата в период проведения контрольных мероприятий одновременно оказывала содействие в форме консультации, устранение выявленных недостатков и приведения локальных актов в соответствии с требованиями действующего законодательства и были еще бюджетные правоотношениями. Многие нарушения были уже устранены в ходе проверок. Переходим к разделу «Реализация результатов контрольных экспертом антических мероприятий». В 2022 году адрес объектов контроля контрольных счетной палаты направлено 7 представлений с предложениями о принятии мер по устранению выявленных нарушений, совершенствовании нормативных правовых актов муниципальных образований и привлечению к ответственности листов, допустивших нарушения. За ненадлежащее исполнение ответственными должностными лицами своих должностных обязанностей в дисциплинарной ответственности в 2022 году привлечено 14 должностных лиц. Администрациями поселений, где по результатам контрольных мероприятий был выявлен наибольший состав финансовых нарушений, и не применялись также в дисциплинарной мере ответственности к должностным лицам, допустившим эти нарушения, это депримирование. Кроме этого, по результатам проверок обеспечен возврат денежных средств в бюджетных сельских поселений по общей сумме 182 900 рублей. За 2022 год составлено 5 протоколов об административных правонарушениях и направлено в судебный участок и мировые участки Пашкабельского района. В результате рассмотрения дел об административных правонарушениях вынесены постановления и определения суда о назначении административного наказания в виде штрафа в сумму 5 тысяч рублей. Экспертно-аналитическая деятельность, как у учетов Палаты в 2022 году, следующее. Общее количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий составило 28. В рамках осуществления последующего контроля проведена внешняя проверка исполнения бюджета муниципального образования Пашкабельский район на сумму 823 688 300 рублей. В отчетном периоде также подготовлена и направлена глава муниципальных образований сельских поселений Пашкабельского района 18 спектрных заключений, в том числе 9 заключений по внешней проверке отчета о исполнении бюджетов сельских поселений муниципальных образований Пашкабельского района за 2021 год на сумму 140 млн. 360 700 рублей. 9 заключений на проект о решении Совета Народного Депутата муниципальных образований сельских поселений Пашкабельского района о проектах бюджета муниципальных образований на 2025 год на сумму 203 млн. 970 500 рублей. Отдельным направлением деятельности, который на счет на Палаты, также является оперативный текущий контроль за исполнением бюджета за первый квартал, полугодий и 9 месяцев. В заключении контрольной счетной палаты в установленном порядке направлено Советового Депутата муниципального образований Пашкабельского района. Большая часть вопросов была связана с внесением изменений в ранее принятые нормативно-правовые акты. Дополнительно депутаты приняли решение об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и членов их семей на официальном сайте органов местного самоуправления и предоставлении этих сведений средством массовой информации для их опубликования. Седьмая сессия Совета народных депутатов прошла подотворно. По всем вопросам повестки дня приняты положительные решения. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова